Недавно закончившийся наш проект мы его делали полтора года. Это проект в алых парусах, уже есть фотография, есть визуализация, есть реализация. Сегодня я покажу его, начну, собственно, сегодняшнее занятие с этого проекта. Я думаю, для многих будет интересно. Если вы уже работающий дизайнер, то, ну, собственно, посмотрите, я расскажу какие-то особенности. Если только начинаете, наверное, вот это один из самых интересных проектов, потому что он очень необычный, к которому стоит стремиться. И он безумно, конечно, сложный, но есть возможность его делать, делать с помощью специалистов и управлять всем этим процессом. Вот об этом я сегодня тоже сегодня расскажу. Я покажу презентацию этого проекта, покажу картиночки, отвечу на вопросы. Будем сегодня развенчивать мифы, наверное, дизайна, которые вообще бывают. Расскажу, как оно бывает в жизни, в студии дизайна, расскажу немножечко про себя. И кому будет интересно, у нас начинается курс по дизайну интерьеров, полугодовой, для кого-то даже годовой, то есть за полгода или за год можно стать дизайнером. Если понимать, что делать, если действовать последовательно, я расскажу, как это можно сделать, кому будет тоже интересно. Но и самая, наверное, главная задача, итогом этого мероприятия, мне бы хотелось, во-первых, убрать все мифы и, во-вторых, показать путь. Поэтому, если вы здесь, то эти задачи вы точно решите, особенно если вы новичок. Ну что ж, давайте начнем. Давайте немножко предыстория. Я буду рассказывать про этот проект, но перед тем, как, наверное, про него расскажу, чуть-чуть про себя. 10 лет я занимаюсь дизайном интерьера, уже именно конкретно делаю проекты разные. Мы выполнили около 50-60, наверное, проектов в разной степени комплектации. Какие-то это были только эскизы, какие-то реализованные, какие-то полностью с введением, какие-то построили. Много было разных и общественных проектов, и частных. Ну, если мы говорим про общественные, мы делали, работали практически со всеми крупными девелоперами. Делали Сбербанк, большие объекты, там, по 10 тысяч метров, Связной, 10 тысяч метров, Аэрофлот, Москва-Сити. Ну, то есть все практически крупные девелоперы так или иначе у нас заказывали либо визуализацию, либо дизайн. Да, мне очень нравится работать с частными клиентами, потому что там нет дурацких договоров, там нету много людей, которые принимают решения, и там вот мы общаемся тет-а-тет и, по сути, решаем задачу ответного человека. Ну, не знаю, как кому, мне вот это больше всего близко, и поэтому я стараюсь работать вот с необычными проектами, нестандартными, но с частными клиентами. И вот этот тот проект, который я сейчас буду рассказывать, это именно тот случай. Как вообще случилось? Расскажу историю сразу же тоже, да, как продвигаться дизайнером. Была, в общем, одна девушка, это была помощница нашего клиента, она приехала, нашла нас то ли в Фейсбуке, то ли в Инстаграме, то ли в Яндекс.Картинках, нашла она наш сайт, посмотрела картинки и приехала к нам в офис, говорит, вот вы можете сделать, пожалуйста, концепцию. У них была квартира вот такая, это квартира 250 квадратных метров в жилом комплексе Алая Паруса, он находится в Москве, такой хороший бизнес, бизнес плюс, да, класса, хороший жилой комплекс, и вот такая достаточно большая квартира с видом там на реку, на лес, вот все, все, что нужно. Но, к сожалению, у них была совершенно дурацкая планировка. Они работали с какими-то дизайнерами, как это, кстати, часто бывает, и дизайнеры оказались, ну, не то что неумехами, они просто навредили, навредили проекту, навредили клиенту, уже построили стены, и нужно было что-то делать. Клиент это увидел, к сожалению, поздно, и срочно поручил этой девушке найти кого-то другого, кто сможет справиться с задачей. Так бывает и в жизни. И одна из главных целей, почему я вообще обучаю дизайну, почему мы работаем именно в индустрии дизайна, не только ради денег, то есть совсем даже, наверное, не ради денег, а ради того, чтобы сделать красоту, да, чтобы помогать клиентам и получать от этого удовольствие. Для меня это как решение логических задач. И одна из еще составляющих, очень важная, заключается в том, что как раз-таки очень много курсов разных расплодилось, кружков по интересам девичек разных, которые, по сути, искажают вообще профессиональные задачи, которые стоят перед дизайнером, и говорят, что мы сейчас научим цветокоррекции, и потом вы пойдете будете дизайнером. Или передачи, типа «Квартирный вопрос», «Школьный ремонт» и так далее, которые показывают однобоко достаточно эту профессию, и больше сводятся на декораторство. И первое, что хочется отметить, что профессия дизайнера, она включает в себя очень много. Она достаточно обширная, и в основном, что такое дизайн? Дизайн – это решение задачи, по сути. Оформление какого цвета, какого материала, как это будет оформлено, это уже вторично. То есть первое – это понять задачи и распределить процессы функционально, с точки зрения эргономики, с точки зрения технических условий, что можно делать, а что нельзя, по данной площади. Собственно, это первое, с чего начинается. Вот когда мы получили проект, я его сейчас не показываю, чтобы не тратить время, на самом деле я его просто не нашел, покажу уже готовую планировку. Что здесь произошло? Вот комната, которая была сделана нами, это тусовочная зона. Клиент попросил оформить именно тусовочное пространство, потому что у него уже есть дом классический, и ему хотелось максимально навернуть эту квартиру. Нам это, конечно, очень понравилось, и мы приняли этот вызов. И половину квартиры, буквально вот она, отдали полностью под тусовки. При этом вторая часть, вторая часть квартиры вот эта, это приватная зона. По сути, вот она делится через вот этот замечательный коридорчик, сейчас мы его увидим. Это приватная зона. Это первое, с чего мы начинаем работу. Вот для новичков рассказываю, если вы начинаете проектировать себе, клиенту, или хотите начинать работать дизайнером, первое, с чем столкнется, это деление на общественную зону. Это гостиная, кухня, прихожая, гостевой санузел, столовая. Это зона, где происходит действие, куда можно гостей приводить. И частная, приватная зона, чаще всего это детская, гостевая, там кабинет, спальня, санузел и гардеробная. Чем лучше будут отделены вот эти части друг от друга, тем лучше и удачный дизайн. Это вот первое базовое требование функционального зонирования. Если только его запомнить, то уже будет большой-большой прогресс. Так вот, здесь по плану это разделено интересным коридором, сейчас мы его посмотрим. Если человек находится в гостях у нашего клиента, то вот эта часть закрывается дверью, и в принципе не видно, что там вообще что-то есть. Можно находиться, тусоваться, тут играть, петь пираокки, за паром сидеть. При этом другой человек, который отдыхает, он достаточно далеко от всего шума. Если шумоизоляцию предусмотреть, то все отлично получается. Я еще раз покажу картинки, и потом покажу на плане, как это было сделано. Давайте начнем, наверное, все-таки со входа, попытаемся. Все, ладно, там пока подгружается. Давайте начнем с кухни. Итак, мы видим сейчас кухню. Если по плану мы смотрим, мы сейчас находимся вот здесь. Вот этот стол. Буду сразу рассказывать по тому, как сделана работа была. Вот здесь вот у нас санузел. Вот эта часть. Да, кстати, вот это несущая конструкция. Если вы работаете дизайнером, то либо знаете, либо узнаете, если кто новичок, что несущие конструкции – это вот самые главные вещи, которые трогать нельзя, которые мы нанизываем, по сути, наш дизайн. Чаще всего современные дома и квартиры сделаны с помощью железобетона и с помощью колонн определенных. Они могут быть длинные, могут быть обычные колонны, вытянутые, квадратные. И перекрытие железобетонного. Поэтому первое, что мы делаем, это мы сносим все стены. То есть мы сносим абсолютно все и работаем с чистым пространством. Это самое главное. В данном случае железобетон обозначен вот так. Это те колонны и элементы, которые нельзя трогать. Стены, несущие стены. И они идут по всему дому. Что мы здесь делали? Необычное решение. И всегда стараемся это решение воспроизвести. Обратите внимание, пожалуйста, на круговую вот такую вот решение, которое мы можем пройти. Это проход я сейчас нарисовал. Мы входим. У нас здесь есть шкаф, где можно раздеться. Слева можно посидеть. И видим, когда мы входим, вообще такой закон тоже по дизайну, мы должны видеть что-то акцентное, что-то интересное. Но самая главная идея была заключалась в том, что мы создали некое пространство, которое можно обойти. То есть, сделав интерьер более воздушным. Не присоединили санузел, как он был запроектирован, к стене, а сделали его обходным. Очень интересное такое решение. И мы его стараемся использовать во всех проектах. И вам тоже советую. Мы будем советовать, будем учить, как это делать. Потому что здесь не просто вынести санузел по центру. Важно учесть требования законодательства, требования застройщика. И учесть технические параметры. Потому что есть слив, который нужно обеспечить технически с определенным уклоном. Это все здесь было соблюдено. Если бы он не получался, то есть тоже технические ухищрения. Там автослив. Это можно сделать. И санузел, как правило, можно вытащить в коридор. Поэтому мы находим в коридоре место, где можно его использовать, этот санузел. Вернее, куда можно его поместить. И размещаем по центру. Таким образом получаем такую круговую панораму. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы, когда мы заходим, тоже еще одна очень важная вещь, иметь какие-то просмотры. Человек должен сразу удивляться. Он должен сразу такой вау-эффект получать. В данном случае он видит окно, смотрит вдаль. И видит там элемент кухни, кусочек. Мы сейчас находимся в конце кухни. Это кухня-завтрак. И вот то место, которое мы обходили. Вот оно. С одной стороны у нас санузел. С этой стороны у нас встроенная кухня. Вот как она сбоку выглядит, эта кухня. Про дизайнерские решения, про оформление я расскажу чуть-чуть позже. Пока еще чуть-чуть по планировочке. Так, это центральная зона. Диванчик у нас такой интересный. Его поддерживает вот такая линия. Некая идея должна быть в интерьере, которая подчинена абсолютно все пространство. Оно может быть любое, оно может быть классическое, оно может быть вот такое футуристическое, как здесь. Оно может быть в стиле прованс. Какая-то должна быть главная объединяющая часть, главный объединяющий элемент. И повторяющиеся элементы, которые мы используем по всему дому или по всей квартире. В данном случае это такой футуристический дизайн в виде волн. И при этом технические такие какие-то элементы в виде шестигранника. То есть здесь в виде шестигранника сделано почти все. И оникс, и столик. Элементы освещения на стен, и там соты дальше вы увидите. И второе, это плавные волны. Вот на стыке этих двух элементов строится концепция этого интерьера. Дальше. Оникс. Еще одна обходная конструкция, кстати. Чем больше обходных конструкций, тем пространство выглядит более интересным, более целостным, более свободным. При этом зоны отделены. Есть зона гостиная, есть зона кухни, там далеко. И есть зона, вернее, гостиная здесь, здесь столовая и кухня далеко. В данном случае это необычное решение, потому что столовая находится достаточно далеко от кухни. Но в этом интерьере оправданно, потому что столовая на самом деле для игрек здесь в покер будут играть, сидеть. И вот здесь вот в баре будут тусоваться люди, да. Здесь у них будет, в общем, одна тусовка-движуха, а здесь будут в караоке петь, играть, плясать, смеяться и веселиться. Вот это сбоку как выглядит. Еще один интересный вот здесь вот соединение. Все привыкли, что мы делаем плинтус, да, обычно. В данном случае вместо плинтуса мы в стяжке оставили место и засыпали туда камушки с подсветочкой. Таким образом вот эти волны, которые идут по всей поверхности, они обволакивают пространство и попадают вот уже в камушки. И при этом пол продолжает вот эту тему шестигранником. Оникс тоже шестигранником. И здесь вот Оникс с камином, они облицовывают еще одну несущую стену, о которой мы с вами говорили. Вот она уже, вот она, несдвигаемая стена. И по сути поглощают ее. Мы сделали ее объемной, потому что оно светится за счет Оникса. И при этом мы имеем возможность использовать ее как светильник, как такое вот место притяжения. Очень полезная штука. И заметьте, еще одна обходная зона получается, мы обходим здесь. То есть по сути у нас такие закольцованные, замкнутые пространства. Естественно, это подходит не для всех квартир, не во всех домах это можно делать. Это объекты, наверное, премиум сегмента, объекты, когда есть площадь. Но это как раз те проекты, на которые не хватает фантазии дизайнера очень часто. То есть многие делают именно однокомнатные квартиры, двухкомнатные, трехкомнатные. И в них вот там по сути как лего идет, как тетрис. Можно комбинировать участки друг с другом, и нужно это делать. Но чаще всего там это достаточно техническая задача. Дизайнеры, которые работают с небольшими квартирами, эконом, эконом плюс, они застревают немножечко вот в этом. То есть они безумно хорошо могут делать планировки, но дальше у них инструментов просто нет. У них инструменты это цвет, какие-то материалы, фактуры, подборки чего-то. Это безумно хорошо. Но наиболее интересно работать именно с пространством. Так называемый архитектурный подход. Что удивительно, еще одна такая вещь, что во многих школах или во многих курсах, учебных заведениях, и многие вообще начинают, очень странно, они делают именно небольшие квартиры, типа потренируетесь на небольших, потом будете постепенно выходить на более интересные, более знаковые объекты. Но правда заключается в том, что такого не происходит. Я очень долго в этой теме и очень много наблюдаю вообще, как развиваются люди, и сам в принципе развиваюсь. И мне повезло в самом начале моего творчества, моей работы, в том, что я работал визуализатором, и все первые проекты, которые я делал, я сразу же имел дело с хорошими, с более качественными, с более продвинутыми объектами. И так получилось, что люди, когда видят в портфолио такие объекты, они такие объекты и заказывают. Поэтому здесь мы можем работать пространством, светом, цветом, идеей, и делаем это в полный рост, можно так сказать. При этом маленькие квартиры, они тоже могут быть решены, но с маленькими квартирами работает очень большое количество дизайнеров. Безусловно, с них можно начать, но как можно быстрее, лучше развивать себя не в комбинации вот этих вот клеточек, да, как тетриса, а именно в идейном развитии проекта, в том, чтобы придумать что-то необычное, в том, чтобы комбинировать что-то необычное, слушать, слышать клиента, понимать логику пространства и реализовывать это не только за счет цвета и фактур, но и за счет именно пространства и геометрии. Это клиенты очень сильно ценят, и это мало кто об этом вообще говорит. Но на самом деле это самое важное, самое ценное, что есть у дизайнера, это возможность посмотреть на большой дом, на большое пространство со стороны профессионала. И клиенты именно поэтому покупают. Посмотрите на знаменитых, на именитых дизайнеров, они работают именно с идеями, с концепциями, с архитектурой. Поэтому я считаю, ну это мое мнение, что наиболее интересно, наиболее продуктивно развиваться в плане дизайнер-архитектор. Пространство, мысли и соединение элементов какой-то идеи воедино. Вы видите, здесь не очень большая цветовая гамма, тут нет практически декора. Когда мы сюда ехали, мы не задавались целью, а вот какую вазочку сюда поставить. Нужно ли тут бутылочки, а нужно ли тут какую-то вазочку сделать. Ничего не нужно. То есть когда мы сделали качественный, хороший интерьер, все остальное, оно либо лишнее, либо хозяева сами привнесут нужные идеи в данный интерьер. Здесь единственное, что мы купили, когда мы ехали сюда на съемку, это были свечи. Купили свечи, вот они сюда поставили. Все остальное, оно было и практически изменения никакому не подлежит. Большое пространство это хорошо, но как больше, большое количество благогабаритных застройок, а людям тоже хочется уюта. Все верно. Я не говорю, что это плохо. Я не говорю, что с маленькими не надо работать. Я говорю о том, что больше развития получит дизайнер. И вот знаете, масштаб мышления есть некий. Когда мы сидим в песочнице маленькой и не знаем, что есть вообще в мире, мы очень сильно себя ограничиваем. Более того, вместо того, чтобы строить города, мы делаем куличики. Лучше сразу метить на что-то глобальное, что-то интересное, развивать ум, развивать мысли. Как развивать, это тоже отдельная тема. Мы можем об этом поговорить, потому что у меня, например, лично у меня нет образования дизайнера, но я нашел способ обучать себя и делать это системно. Об этом тоже очень много. Я долго мыслил, как это делать, но как бы есть рецепт, есть система, как это делать. При этом никто не запрещает работать с обычными, с маленькими квартирами. Здесь есть особенности. В маленьких квартирах, еще раз хочу отметить, работают фактуры, работают цвета. И здесь получается комбинировать все вот эти фактуры, цвета, элементы, соединять друг с другом. Здесь очень много сил тратится на подбор тактильности и на подбор цветов друг к другу. В пространство, в больших объектах больше идет упор на вау-эффект, на понимание, как происходят в доме функциональные какие-то вещи. Если мы говорим про бизнес-класс, либо бизнес-плюс, либо премиум-класс, то там по-любому есть более сложные механизмы взаимодействия внутри семьи. Чаще всего там есть помощница, а может быть и не одна, есть водители. Чаще всего нужно построить пространство так, чтобы люди не пересекались. Это тоже очень интересная задача и вот я про это, про то, как внутренности изучить. Делать это можно единственным способом, архитектурно, правильно подходя к планированию. Я не говорю, что эконом-жилье это плохо, это хорошо и отлично. Я говорю о том, что умея делать эконом-жилье, нужно развиваться дальше чуть-чуть, не застаиваться в маленьких квартирах. Ведь вот в чем дело. Маленькие квартиры очень требовательные заказчики чаще всего. Там очень маленький доход, маленький масштаб, то есть маленькие похожие друг на друга объекты получаются. При этом денег мало, а требований много. Можно то же самое делать в больших, хороших объектах за гораздо больше деньги, за гораздо большим интересом. При этом клиенты более лояльные что ли. Ну не такие замороченные, в общем, во многом. Я общался с большим количеством клиентов разных. Чем у клиента меньше денег, я не знаю, знаете ли вы такое правило или нет, тем он более замученный, тем он более требовательный, тем более он нерешительный, ну и так далее. Ну, примерно так. И что будет каркас стен поднимать? Все уже сделано из кирпича. Это фото на фейсбуке есть ход стройки. Ага. Так, да, это все фото. 3D-шечки сделаны. Я дизайнер по образованию, сейчас работаю в архитектуре и понимаю, что это не мое. Слишком большие масштабы. Хочу работать дизайном частных домов, наверное, это мое. Кстати, да, я очень уважаю архитекторов, это, мне кажется, вообще отдельные люди. Я очень многих архитекторов знаю и очень крутая профессия, но это тоже не мое. То есть очень важно найти себя. Есть три составляющие. Есть архитектура, когда мы работаем с пространством. Есть декораторство, когда мы подбираем цвета, фактуру и соединяем это друг с другом. И есть дизайн. Это, ну нельзя сказать, что нечто среднее, но средний масштаб, можно так сказать. Дизайнер мы работаем с человеком, с его персоналити, с личностью и с пониманием, как он будет там жить и с распределением планировки пространства. Вот я точно ни разу не архитектор. Я с большими формами не работаю, не хочу. У меня специальность архитектора, когда у нас дом заказывают, я туда даже вот, ну не лезу. И в декор я не лезу. У меня вот узкая специализация. Дело это я знаю и делаю очень хорошо. Это именно работа вот в формате планировки, понимания сути, разбора материалов и организации процесса. Когда нужно повесить шторы, когда нужно повесить, подобрать какие-то ковры, предметы интерьера, здесь уже приходит декоратор и замечательно, видя уже то, что мы придумали в 3D, добавляет свою нотку. Обычно, в принципе, мы так и работаем. Это, кстати, интересная тема. Спасибо за вопрос. Потому что многие считают, новички, да, многие думают, ой, сколько всего нужно знать по дизайну, да, чтобы стать дизайнером. Фокус в том, что профессия, она очень многогранна. И вы можете знать и учить ровно столько, сколько вы хотите. Вот в чем фокус. Дальше на те вещи, которые вы не делаете, вы можете взять подрядчиков, помощников, и они будут помогать. Фокус в том, что дизайнер все абсолютно не делает и знать все невозможно. Он работает больше как продюсер, беря на себя те вещи, которые у него получаются лучше всего, которое у него получается хорошо и которое он хочет делать. Вот в моем личном случае я замечательно делаю планировку. Я могу собрать техническое задание с клиентом, я могу поговорить с клиентом, я могу привести ему пример, назвать стоимость. Я знаю, сколько что стоит, с каких материалов, как надо делать, какой будет бюджет. Я могу собрать всю информацию, я могу придумать концепт, я могу придумать вот эту волну, я могу придумать, как будет распределяться пространство. Я могу делать визуализацию, я могу понять, из чего это все будет сделано, и защитить свое решение в 3D, нарисовать и объяснить. Дальше дело техники, когда это все согласовано, вот это вот самое главное, самая суть дизайна, когда это все согласовано, я приглашаю отдельно комплектатора, я приглашаю отдельно чертежника, я приглашаю отдельно декоратора и дальше эти люди последовательно воплощают мою идею. Это работа дизайнера, который не хочет и не считает нужным делать все до конца. То есть я чертить не буду, мне не нравится чертить, я чертил всего два раза в жизни, два проекта всего я начертил, и никогда этим заниматься не буду, потому что есть люди, которые делают лучше, нельзя быть лучшим во всем. Я плохо черчу и не стесняюсь этого, я не умею рисовать, но в чем я хорош, в том хорош, собственно, то я и делаю. То есть у меня есть стандарт, я знаю, как оно должно быть, но я никогда в жизни не буду сам это делать руками. Поэтому в этом случае я научился управлению, я беру помощником и с их помощью реализую проект. Казалось бы, многие говорят, ну не честно, не дизайнер, раз так, и считают, что нужно делать от начала до конца абсолютно все до подбора последнего элемента. Но есть особенности. Естественно, это все можно сделать, но, к сожалению, клиент хочет проект достаточно быстро. Он хочет проект сделать за два месяца чаще всего. Клиент не хочет ждать полгода, год, еще какое-то время, когда это все будет готово. А за два месяца сделать такой проект можно только с командой. В принципе, по-другому невозможно одному сесть и это все начертить. Просто, ну, ни сил, ни навыков, ни умений не хватит. Только если опыта 40 лет, у тебя уже все скомбинировано, все это ты уже делал и решал, и у тебя все подборы есть. Да и тот, наверное, даже нереально. Поэтому приходится применять чит-коды, и это очень хорошая вещь, хороший навык. Моя позиция такая, нужно один или два раза сделать абсолютно все от начала до конца. Да, собственно, этому мы и обучаем, и наших сотрудников, и наших студентов, и клиентов мы на самом деле обучаем именно этому. Что вам нужно сделать полностью проект от начала до конца, а потом начать строить. А потом уже решить, собственно, кого мы привлекаем на какую часть работы в качестве чертежников, в качестве 3D-шников, в качестве комплектатора, или еще какого-то специалиста для того, чтобы помочь нам реализовать наши слабые стороны. Слабые стороны есть у всех. Не нужно думать, что вот супер-мост. Ну, вернее, можно думать, но это большая ошибка. Меня в начале своей карьеры отучили, я был очень самоуверенным таким специалистом, я умел хорошо и умею хорошо делать 3D, и я рисовал это все сам. Мне казалось, что никто лучше меня не нарисует. И мне один из самых первых клиентов говорит, зачем ты это все сам делаешь, возьми себе помощника, а сам занимайся придумыванием, концептами, управлением. Я говорю, да нет, никто мою идею не прочитает, не сможет. Ну, посмеялся, говорит, ну, давай поговорим с тобой через 2-3 года. И действительно так и вышло. Сейчас большое количество наших выпускников, учеников работают гораздо лучше и быстрее меня, именно в плане руками, технически. А я выполняю роль, по сути, ведущего дизайнера, роль арт-директора, человека, который помогает им раскрывать их таланты. Это вот та точка, куда можно стремиться и нужно стремиться. И что самое удивительное, вот эта вот роль арт-директора, роль человека, который придумывает, она помогает освободить свое время и помогает развиваться. Черпать идеи, черпать вдохновение, смотреть, учиться, развиваться именно в плане того, что нужно клиентам, особенно премиум клиентам. Такая вот интересная особенность. Не знаю, с чего начать. Ну, сегодня расскажем, с чего начать. Хотелось бы узнать, что нужно изучить начинающих дизайнеров интерьеров, не имея автектурного образования и все, что это обязательно, пойти учиться. Учиться нужно идти, конечно, но куда вопрос, что учить, расскажу. С чего будет каркас стен поднимать? Стены уже все сделаны. Волны и дуги из чего? Волны и дуги сделаны из сетки. Давайте вопрос продвинутых сейчас отвечу. Технически начинающих тоже обязательно отвечу. Значит, волны сделаны здесь, как каркас из сетки металлический. На металлический каркас нанесена штукатурка по типу папье-маше. Дальше нанесено выравнивающее слой штукатурки. Дальше покрашено и лаком затюнинговано. И обязательно для светодиодов, вы видите, светодиоды, там есть пространство. Там, значит, небольшой кармашек для того, чтобы светодиодную ленту протащить. Вот этот вот коридор, то, что мы заходим. Здесь сделано слева-справа два пространства таких вот в виде зеркал. Как вы видите, идею с трафаретом она здесь тоже повторяется, как и в гостиной. И при этом, когда мы попадаем сюда, мы видим такое отражающее пространство. Волна, которая здесь закручивается вокруг вот этой оси санузла. И мы видим вот такой вот интересный эффект. Тоже прикольное решение. А вот это из аквариума. То есть у нас аквариум в центре. Вы, наверное, видели в гостиной. И здесь мы смотрим из санузла гостевого через пленку специальную прозрачную в зону гостиной. То есть нас не видно, а мы видим, что там происходит. Тоже интересный такой вау-эффект. А вот, собственно... А, к сожалению, что-то он размазался. Прошу прощения, тут при конвертации какая-то путаница произошла. На самом деле это вертикальное изображение. Ну ладно. Вот это место. Здесь купаешься в душе и смотришь туда. Вот это вот интересный материал. Обратите внимание, как заработать денег. Да, многих интересует. Вот это плитка. Это плитка, которая стоит, по-моему, 500 евро за квадратный метр. Итальянская. Мы ее отлили здесь за, по-моему, 100 евро. Вот такую штуку отлили из стекла. Очень клевая, очень прикольная. В виде со, тоже, шестигранников. Дизайнеру, чтобы работать, недостаточно делать хороший интерьер. Нужно понимать, как их воплотить. Тоже этому стоит посвятить особое внимание и учиться. Уметь с клиентом заключить договор на комплектацию, чтобы он платил вам за то, что вы покупаете. Ни в коем случае не обманывать. То есть не хитрить, откат и не брать. А честно по договору все это делать. И получать деньги вполне официально с поставщиков, если вы с ними запартнерились. И с клиента, если он доверил вам реализацию проекта. Это спальня. Здесь вот интересная такая пушистая зона. Продолжается вот эта река. Здесь джакузи на пути. Санузел. Там у нас сауна и санузел, собственно. Здесь телевизор, круглая кровать. Бар. Можно открыть, повернуть. И создаются такие вот интересные эффекты. Это с одной стороны зеркало, с другой стороны вот такая же ткань, как у узголовья кровати. Можно поворачивать. Здесь, в общем, кориан использован. Сауна. Не сауна, а джакузи. Сауна дальше. Вот такое тоже пространство интересное. Вот, кстати, это я фотографирую. Очень тоже интересный эффект, когда вот эта волна упирается в зеркало, и пространство дублируется, множится. Радиатор, да, обратите внимание, тоже. Все, каждый элемент, он выбран не случайно, он подобран. Здесь работал... Мы по комплектации работали тоже достаточно хорошо, продуманно, и выбирали все элементы, чтобы они были нестандартные. То есть здесь не найдете практически ни одного элемента стандартного. Вот интересный элемент, да, шест, пилон, так называемый, для танцев. Замечательный светильник. Тема продолжается из главной зоны. Продолжение темы определенной идеи, это тоже ключевое из элементов, которые отличают хороший интерьер от плохого. В данном случае у нас из главной зоны, вот этот коридор, который я показывал, проходит пол, оникс, такие вот камушки в песочке, и, конечно же, вот эта вот волна. Все остальное это как бы новенькое, то есть здесь уже ткань, какие-то другие элементы используются тоже повсеместно, потому что это спальник, конечно же. Вот здесь дверь внутри находится, про которую я вам рассказывал, и ее можно открывать-закрывать и отделять это пространство. Активный акцентный элемент. Еще одна важная часть, которую тоже всем начинающим стоит запомнить, когда мы идем по коридору, мы должны в конце видеть какую-то активность. То есть нельзя идти на стену, там должно быть какое-то что-нибудь интересное. Взгляд должен быть направлен куда-то. И таким образом создаем акцент в конце туннеля, и нам интересно идти по коридорчику. Ну и другие зоны, это гостевая, тоже тема с шестигранниками повторяется. Здесь подушечки на стенах зеркальных, то есть это подушечки из ткани. В принципе, тут особо ничего необычного нет, такая простая комната. Но, к сожалению, эффект здесь испорчен, потому что картинка деформировалась при импорте сюда. Вообще, вот эта вот зона, когда мы входим, первое, что мы видим, это вот направление одно, направление второе, и вот этот вот вау-эффект, когда у нас такой вот лес горизонтальный, и линии, вот идут, идут, идут линии, вот эта волна, которая огибает все пространство. То есть мы видим большой красивый объект, который еще отражается в полу, и человек, заходя сюда, удивляется. Во-первых, возвращаясь к предыдущей теме, здесь, как я сказал, два направления. Взгляд смотрит и сюда, и сюда, акцентные вот эти вот окна, и плюс еще арт-объект. То есть такой шок при входе присутствует, конечно же. Так, ну и вот со стороны дивана, в общем-то, такая вот картина. Да, камин. Вот, кстати, несущая конструкция, вокруг него забацали камин. Тоже посмотрите, как сделано. Очень интересно. Здесь третьей стороной не получилось, но вот обходной камин, такой вот по часовой стрелке, это биокамин, конечно, но, тем не менее, он отражается в стекле вот в этом, который сделан под телевизор, темное. И здесь биокамин, значит, по периметру вечером светит. Еще два эффекта я вам хотел показать. Здесь все сделано с светодиодов. То есть освещение сделано настолько хитрым, что с пульта, там умный дом стоит, и с пульта можно настроить практически каждый источник света, любой температуры. То есть можно создавать очень интересный, необычный эффект. То есть можно все синим сделать. Эту подсветку синюю, это красное. То есть можно играть как угодно и создавать очень интересные такие эффекты. Ну вот, например, здесь просто все красное такое получилось под настроение. Да, это не все зоны, естественно, которые в этой квартире, но какие-то там базовые вещи. Сейчас попробуем. Санузел тоже специально я вам показал, да, эффект такой вот голубоватый. Тоже здесь, естественно, можно любой достичь. И вот тут такой желтоватый оттенок идет из душа. Это гостевой санузел. Я специально вытащил именно такой необычный, чтобы чуть-чуть вас тормошить и удивить. Это, естественно, нестандартные проекты, многие с такими не будут работать. Но, тем не менее, все наше творчество, вся наша работа и изучение дизайна, так или иначе, я думаю, для многих будет завязано на творческой самореализации себя. И если стремиться, то стремиться вот к чему-то интересному, прикольному. И когда клиент придет и скажет, я хочу что-то необычного, нужно быть к этому готовым. Как к этому быть готовым, расскажу в течение года, кто пойдет с нами на обучение.